Веселейшее утро. Шалом. Бонжур. Хелло. Все. Включаю запись. Книга шмот. Глава шмот. Глава шмот. Имена. День. Третий день. Третий день. Включаю запись. Начать запись. И продолжаем изучать Тору. Глава. Имена. Значит, мы находимся в главе имена. И вот мы уже знаем, с чего все началось. Еврестий народ попадает в рабство. То есть, умер Яаков. Умерли все его сыновья. И египтяне, они решают, что вот этот вот народ. Видите, какие сейчас люди пошли, да? Раньше, раньше, какие люди были еще хуже, чем сейчас. Да? Думаю, да, чего возьмем сегодня и захватим их, да? И вот, значит, захватили их в рабство. Начали их угнетать. Такое раньше было сплошь и рядом, да? Например, в Америке. В Америке, да, США самая, самая демократическая страна в мире. Еще в 1860 году, 160 лет всего назад, черные афроамериканцы, их просто воровали из Африки. Привозили в Америку, продавали. И они были рабами бесправными, без имущества. И все, представляете? Вообще, ничего им платить не надо было. Только кормить чуть-чуть. И было жуткость. 160 лет назад в Америке так делали они, да? Индейцев. Что они с индейцами сделали, знаете? С индейцами они сделали... Они их, значит, переселили в резервации. То есть, они были... Это была их земля вообще. Они просто согнали, кстати, концлагеря. И говорят, если есть... Или поубиваем, или вы в резервациях. Выбирайте одно из двух. Это Америка. Теперь возьмем Россию, например. Да, в 1860-м только году отменили крепостное право. Это вообще... И в Америке те хотя бы были негры, черные. Их из Африки воровали. А в России были русские люди, которые жили в деревнях. Другие русские люди, которые назывались помещиками, дворянами. Их, значит, продавали, покупали. То есть, не были такие, как имущество. Жуть вообще, да? Это было всего лишь 160 лет назад. Вот. А в Египте еще хуже было. И вот эти вот египтяне, они захватили в Ресте народ в рабство. И, значит, фараон приказал убивать всех мальчиков. А потом приказал вообще всех убивать. Потому что всех детей, рождающихся, даже египетских, для того, чтобы убить вот этого ребенка, который должен был, по мнению их астрологов, вывести евреистий народ из Египта, получить Тору. И, в принципе, начать такой процесс освобождения. Почему фараон так ненавидел вот этого спасителя, да? Который должен был спасти евреистий народ, вывести весь мир спасти, да? Маши Рабейну, кстати, по Кабале, его душа, это была душа первого человека, Адам Решона. И первый человек Адам Решон, который Адам, первый человек, он согрешил со змеем. Помните, был змей, который потом стал злым началом в человеке. И вот этот вот посох у Маши Рабейну, который был у Моисея, был посох, который потом превратится в змею, в змея, да? Этот посох, он был метафора вот этой вот силы, да? Исправить тот грех, который был грех первого человека. А фараон, очевидно, он был сосредоточением вот этих вот сил зла в мире, магия, зло, вот это зло. Наверное, поэтому он не хотел выпускать. В общем, но Всевышний, Всевышний, он очень такой невероятно интересный режиссер, да? Со своим каким-то взглядом режиссуры мироздания. И он делает так, что этого ребенка Маши Рабейну рождается шестимесячным. И он как раз, как раз три месяца его прячет, потом его ставят в реку, в воду, в корзиночке. Потом дочка фараона находит этого ребенка, Бат-Паро, и потом она его выращивает. И вот мы как раз подошли к третий отрывок недельной главы «Имена». «И было. В это время и вырос Маше, Ваигдаль Маше, Ваеце Элехам». И вышел он к своим братьям и увидел их страдания, как их угнетают, они рабы бесправные вообще. «Вэрай Ишмицри». И увидел он, как египтянин бьет еврея из его братьев. Значит, тут очень интересно самоопределение Маше Рабейну, его самоидентификация. У каждого человека есть его личностная самоидентификация, в которой он живет, то, во что он верит. Каждый из нас верит о себе, каким-то установкам, кто я, какой я. И верит установкам, что можно делать, а что нельзя делать. Нас в детстве воспитывали, прямо дрессировали. Маленькие такие ребеночки мы были, годичные, двугодичные. «Нельзя, нельзя, 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 делай, 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 нельзя, нельзя, делай, делай, делай». Крошка сын к отцу пришла и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо, это хорошо, это хорошо, это плохо, это плохо, это плохо, повтори, если не повторишь, тут будем бить тебя, тут в угол ставить, а тут будем конфеты давать. И 10 лет тренировки, к 10 годам, тренировки, дрессировки, к 10 годам человек уже вписался как ячейка общества, он уже полностью такой, как соты, он вписался, или его отправили как непослушного ребенка в будешь не слушаться, отдадим тебя цыганям, милиционерам, кому еще угрожали детей отдавать, если он не будет слушаться. Собака придет серенький волчок и укусит зобачок, если ты сейчас не заснешь, когда тебе сказали, волки тебя покусают, Бармалей, Майдадыр, Бармалей и прочая нечисть, это все угрожает ребенку, чтобы он выполнял приказы взрослых, которые его программируют. И мы видим, что Маше Рабейну, Всевышний его отправил куда? Он его отправил во дворец к фараону. То есть, если бы Маше Рабейну рос ребенком рабом, да, как в рабстве, то, хочешь ты или не хочешь, у тебя было бы рабское воспитание. Но у Всевышнего задумано было все, что будет дальше. Поэтому Маше Рабейну воспитывался сыном дочки фараона. То есть, он был царевич, такой золотая молодежь вообще. И вот он, когда мы видим по его поведению, что он впитал в себя, с одной стороны, самоидентификацию, я царский сын, сын фараона, неограниченная власть. А с другой стороны, он себя отождествлял со своими братьями, с еврейским народом. Само имя его, Маше, которого вытащили из воды, все время ему напоминало о его судьбе кто. И вот, значит, у него вот эти две самоидентификации сплелись в его уникальную личность, персоналити, да, в его личность. И он видит, что египтянин бьет, значит, его брата, еврея. И посмотрел в Айфен, он повернулся туда и туда, написано в Тории. И увидел Ки-Эн-Иш, увидел, что никого нет. Вояк от Мицри, и он ударил этого египтянина в Айт-Менео-Бхоль. И он его ударил и закопал в песок. Все. То есть, поступок, конечно, был, с одной стороны, это был поступок, как фараон. Мы видим, фараон, для него убить детей, это было вот так вот вообще. А ну-ка убивайте всех еврейских мальчиков. Звездочеты говорят, у нас какое-то видение есть, что он может быть египтянин. Ну и египтян тогда убивайте всех детей. Это нормально вообще? Человек может так сказать? Фараон мог так сказать, потому что он считал, что у него есть на это право. И Машера Бейну, он когда увидел несправедливость и увидел, что один хочет убить другого, он ни секунды не задумываясь, но написано, он посмотрел туда и туда. Говорит нам устная Тора, что Машера Бейну параллельно у него было видение, то, что называется ясновидение, пророчество. Он же был пророк. Он изначально был душой первого человека, Адам Решона, который, когда родился, наполнился дом светом, он родился обрезанным. То есть, у него было, совершенно он находился в другой реальности. И когда говорит нам книга Зоар, что он посмотрел туда и туда, он посмотрел, что у этого египтянина ни у его родителей, ну, его предков не было духовных заслуг, ни у его потомков нет никаких духовных заслуг. То есть, нет ничего, что могло бы его, этого египтянина, спасти в данный момент от смерти. И он его, значит, оп, и убил. Убил он его. В Аеце Байомашини вышел он на следующий день из своего дворца, и вышел посмотреть, что там происходит. И видит двое людей, евреев, стоят и ругаются. И сказал он одному из них, Раша, лама такер-еха. Он ему говорит, злодей, зачем ты бьешь ближнего своего? И сказал ему, кто поставил тебя над нами министром или судьей? Или ты меня хочешь убить так же, как ты убил вчера египтянина? Один из этих ссорящихся был тот, кого Маширабейну спас. А иначе, откуда он мог это узнать? Вайрамашин и испугался Маширабейна, и сказал, стало известно, стало известно то, что я сделал. Значит, Вайшма Паро, это два раза, и услышал фараон то, что произошло, и хотел он убить Моше. И убежал Моше от Паро, и поселился он в земле Медьян, и поселился, как бы он пришел, Вайшеф Алябейр, пришел он к колодцу. В одной фразе скрыто примерно 60 лет жизни Маширабейна. Мы знаем, что он из Египта, он убежал, когда ему было 20 лет, а в Медьян он пришел, ему уже было больше 60, то есть около 80. 80 лет он пошел выводить еврейский народ, значит, ему, когда он пришел в Медьян, было около 60. Где 40 лет он скрывался? Что с ним было 40 лет? И есть в устной торе, в преданиях есть, что он был все это время в Африке. Все это время он был в Африке, и в Африке он тоже, он пришел как наемник. Помните, было в наше время есть такой французский ледион, они как наемники воюют там где-то. И он пришел, он был очень сильный, он был очень решительный, он был очень знающий, у него была невероятная сила. И он там был глава армии в одном месте, есть целая книжка Медрашей, преданий, что он делал в этой Африке. В общем, в итоге он из этой Африке ушел, и пришел он в Медьян. Медьян это уже недалеко от Израиля, Медьян это вот в сторону туда, за Мертвым морем Иордания, вот там вот. И там был народ медьянитяне, которые были кочевники-пастухи, и которые обладали очень большой мадией, магическими знаниями они обладали. Потом, помните, мы знаем, будет уже у нас глава про Беляма, Балака, вот это все были медьянитяне, они были очень большие мадии. И, значит, он оказался там, в этом медьяне, и подошел он к колодцу. Подошел он к колодцу. Уля Коэн Медьян и было у Коэна Медьяна. Коэн это, когда используется слово Коэн, это слово означает или священник, или высокопоставленный такой человек, который обладал властью. И вот был Коэн Медьяна, и было у него, у этого Коэна Медьяна, семь дочерей. И, значит, пришли они поить скот, да, своего папы. Говорит нам устная Тора, что Коэн Медьян, его звали Итро, потом будет, это тесть Моше, целая глава будет по его имени. Он был священник в Медьяне вначале, он знал все идолопоклонство, и потом он поверил в единого Бога, он узнал, дошел, как бы, своим умом, что есть единый Бог. И вот эти идолопоклонники, они его изгнали. Это мы знаем, очень похожая история была потом с пророком Мухаммедом, когда он тоже, были вот в Меке, были все идолопоклонники, там разные-разные идолы стояли на этом камне Кааба. И он поверил в единого Бога, значит, они его изгнали тоже. Это очень частая история, да. И, значит, Итро был во времена Мошарабейна, он тоже поверил в единого Бога, его изгнали. И, значит, его дочки пришли, они пасли скот. Интересно, что от Итро пошел народ, который называется Друзы. У них тоже единобожие, но у них отдельная религия, они как бы потомки Итро. Народ называется Друзы. Они живут в Израиле, они живут, Друзы, в Сирии, они живут в Ливане. То есть, это такой отдельный народ с очень-очень такой интересной своей религией, которая пошла именно от Итро. Они признают всех пророков Мошарабейна, Мухаммеда, всех они признают. Но они, значит, у них свое, вот они от Итро идут. Значит, пришли, дальше мы читаем, и пришли пастухи и выгнали этих дочерей. За что они их выгнали? Неважно, они как-то не вписались в их законы этих пастуков. И встал тут Моше, а Моше, представьте, картина, да, как в этих фильмах-боевиках. Он сидит возле этого колодца и смотрит, как пастухи на дочек Итро возмущаются. Ну, там, изгоняют их. Значит, и что? И встал Моше и спас их. И напоил их скот. То есть, он один разогнал всех этих пастухов. И, значит, пришли они к Реуэлю, их папе. У Итро было несколько имен. Вообще, в Торе и у Мошарабейну, и у Итро, и у многих еще людей было несколько имен. Потому что в то время люди очень были внимательные. И вот мы сейчас, да, человеку дали одно имя. И все. Значит, вот и все, и живи с этим именем. Тебе в паспорт записали, все, у тебя ярлык есть. Ты должен быть с этим именем. А люди-то раньше, они наблюдали имя, оно отражает сущность человека. Это его, как бы, внешний ярлык. И, значит, они, когда человек переходил на другой уровень духовного развития, ему давали новое имя. Когда он менял свое, там, например, мировоззрение, ему давали новое имя. То есть у человека были, каждому этапу его духовного развития соответствовало, это логично, соответствовало какая-то новая его, новый ярлык, которым он обозначал себя в мире. И его обозначали другие люди. Значит, пришли они к Ируэлю. Ируэль, это было другое имя Итро, их папе. И сказал, Почему вы пришли быстро так сегодня, да? Тоже нам показывает на внимательность людей, которые... Сейчас бы, например, если бы они пришли, а он сидит в телефоне, да? Он бы даже не увидел, что они пришли. А тогда не было телефона. И поэтому Итро, значит, он сидел в это время, наблюдал за, там, восходом, закатом, как река течет, ну, ручей, если там был, как овечки ходят, там, как лис шевелится, да? Они были все время в таком вот глубоком медитативном состоянии, которое позволяло им присоединиться к, значит, к духовному миру. Я, кстати, вчера только разговаривал с бедуином с одним, да? Настоящий бедуин, который овец спасет, да? И он говорит, мы бедуины, мы не селимся в домах, мы идем туда, куда идет наш скот до сих пор. Это у них не потому, что они не могли бы жить в домах в Израиле, им дали бы все, что угодно. Нет, они до сих пор живут в шатрах, у них такая вера. Он говорит, мы настоящие мусульмане, мы против имущества, против алчности, нас интересует только служение всесильному, да, Эллотиму, и мы идем туда, куда идет скот, и вот он идет с этими овцами, ну, такой прям реальный бедуин-бедуин, я вчера с ним там беседовал. И вот, значит, он увидел, что они поспешили, и что, значит, и сказали они, «Иш мицри и целяну миятару им». Человек египтянин спас нас от пастухов. То есть мы видим, что его внешняя идентификация, Мушарабейну, он все-таки оставался по одежде, по разговору, он оставался именно сыном, как его воспитала батья, дочь фараона, то есть он был такой и остался такой царевич, я не знаю, как бы сегодня бы он это выглядело, то есть он, наверное, так и ходил, как во дворце, там, в джинсах Лывас 501, или там, в чем ходили во дворце, в каких-то там кроссовках, может быть, были в то время особенные. Значит, они говорят, он спас нас от пастухов, и также он напоил наших овец. И сказал он своим дочкам, «Почему вы его оставили там? Зовите его, и пусть он с нами покушает хлеб». И они привели Мушарабейну, и он, значит, Итро ему говорит, «Я вижу, Итро его сразу опознал, что он сверх какой-то человек, в нем душа первого человека Адам Решона, то есть Итро, который был невероятно такой маг, духовный человек, который всю жизнь занимался только духовностью, он сразу увидел в Мушарабейну невероятную какую-то духовную силу. И рассказывает нам устная Тора, что во дворе у Итро был воткнут посох Адам Решона, первого человека, вот этот посох был во дворе у Итро. И как он к нему попал, я не помню, но его никто не мог вытащить из скалы. Он был воткнут в скалу, и кто не пытался его вытащить, не мог. И Мушарабейну подошел и вытащил этот посох из скалы. И Итро ему сказал, что все, женись на моей дочке, как-то он его уговорил, и поклялся Маше Лешевет жить вместе с Итро, и женился на его дочке. И дал ему Цепора, свою дочку, в жены. То есть он дал Мушарабейну Цепору, свою дочку, в жены. И родила она ему сына, и он назвал этого сына Дершом. Дершом. Даже вот по имени сына мы видим, насколько имя передает сущность человека. Вот Дамир, он Замир, например. А Мушар назвал сына своего Гершом. И объясняется, Ки-Омар, он объяснил, Гер Аити Беретс Нохрия, был я пришельцем в земле чужой. То есть Мушарабейну все время себя ощущал пришельцем в земле чужой. И он вообще в этом мире себя чувствовал, как пришелец. То есть он смотрел на этот мир, на то, как он живет, на все вот эти вот Санта-Барбары, которые вокруг происходят. И он думает, вообще дети и люди. Вообще, что, чем они занимаются тут. И он сына своего назвал, что пришельцем было всегда в земле чужой. То есть он все время себя ощущал пришельцем. Ваеби Амим, значит, и было. Прошли дни. И умер царь Едипта. И вздохнули сына Израиля. Они прям задыхались уже от тяжелой работы. И, значит, закричали они, начали они сильно молиться. Везаяку, ветааль, ветааль, шаватам, эллилоим, минавуда. То есть они от этой тяжелой работы, они начали в конце концов сильно молиться, кричать прямо Всевышний, спаси нас, спаси нас Всевышний. Ваишмайлу им и услышал всесильные, их критии, и вспомнил всесильный союз с Авраамом, с Ицхаком и с Яковом. И увидел всесильные сынов Израиля и ваедали им. И, значит, и знал, познал всесильные, что он познал. То, значит, значит, мы видим здесь, что Всевышний понял, что все, что все исправление закончилось. Понял Всевышний. То есть все нахождение народа Израиля в Египте, оно было для исправления первого греха первого человека. То есть Всевышнему ему когда он создавал первого человека. То есть если мы хотим понять как бы всю систему, как работает, как работает мироздание, зачем жизнь человека, зачем все это Богу, нам надо смотреть в начале. Мы уже прошли книга Берешит, глава, первая глава в начале. Зачем Бог создавал человека, что он от него хотел, что человек не выполнил. И дальше весь мир, который изначально все было в первом человеке, все души на все поколения, все следующие люди, они были сосредоточены в первом человеке. И то, что он не смог выполнить, должны были, дальше должны были исправить следующие поколения. Следующие поколения не исправили, пошли еще хуже. Бог уничтожает человечество, остается Ноах. Ноах должен был исправить. Ничего Ноах не исправил. Десять поколений приходит Авраам. Авраам единственный. Бог уже был готов снова уничтожать мир, как он уничтожил с дома Амору. То есть уже мир был близок к уничтожению. Десять поколений, все идет не так. То есть люди не выбирают идти выполнить то, что должен был выполнить первый человек, слушаться Бога, по своему выбору. И вот Всевышний тогда Авраам, гух, Авраам, все Авраам, он прошел десять испытаний. Всевышний говорит, ну все, уже от тебя пойдет тогда тот народ, который будет мне служить, который исправит. Ицхак, Яаков, опять какая-то Санта-Барбара, двенадцать сыновей, сложности. И Бог говорит, стоп, значит идем в Египет, как выжигаем вообще все, все как бы возможности для самодеятельности. То есть рабы, двести десять лет рабы, вообще нет имущества, нет права, нет голоса, нет ничего, все. То есть прессуем в никуда, чтобы уже потом, я тогда вам открываюсь, Всевышний, говорю все, вот вы выполняете мою волю, два шабата хотя бы вы выполняете, и мир переходит, значит на следующий уровень, как было задумано, как рай должен был возникнуть, когда Адам решен, должен был всего один шаббат пройти, и через этот шаббат должно было мир перейти на следующий уровень. То есть Всевышний готовил игру на один как бы, на один уровень. Но Адам решен, сделал по-другому, а получается, что Бог, он в человека зашел, и у человека тоже есть права менять это мироздание. И получается, Бог находится в людях, и он ждет, пока люди исправят то, что должны исправить. В общем, сейчас это была попытка номер три. Получается, была первая попытка все исправить, когда был Адам решен, вторая попытка, когда был Ноах, третья попытка была все исправить, когда был Авраам, Ицкак, Яаков, и Аврааму Бог сказал, твое потомство будет 400 лет рабами, а потом я их выведу, и потом в земле Израиля, значит, они завершат то, что не сделал первый человек, и вот сейчас мы видим вот этот вот момент исправления, закончился уже период давления, как бы переплавки, такого прямо знаете, прессования, как сравнивают вот это египетское рабство, сравнивают с когда есть какой-то металл, и его надо очистить, золото, там серебро, его пережигали, 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 чтобы выжечь вот эти вот примеси все, чтобы оставался чистый металл. И вот этот был период рабства, Это чтобы выжечь всю самодеятельность. И вот сейчас наш Айрабейн должен был прийти. И значит мы увидим, что будет дальше. Все, всем удачи, успехов. Все удачи. Когда о Айрведе поговорим? Мы не будем говорить о Айрведе. Смотрите, все вот эти индийские штуки, они похожи на то, что Аврам изучал до того, как он соединился с Богом. То есть человек обладает инструментом мышления, познания окружающего мира. И этот инструмент мышления очень мощный и сильный. Ученые, например, они догадали, но они как бы открыли, что закон есть всемирного тяготения. То есть они открыли, они увидели его. Но закон был до того, как они его увидели. Айрведа увидели какие-то закономерности, которые есть в здоровье, в духовности и так далее. Молодцы. Тора – это от того, кто создал все эти закономерности, от того, кто создал все эти законы. То есть мы изучаем Тору, которую получили через пророков, которая намного выше, больше и, как сказать, полезнее, скажем так, чем то, что открыли люди какие-то пазлы, закономерности, как работает мир. Мы знаем, как он работает. Мы изучаем сейчас от создателя мироздания, как устроена система. Поэтому о Айрведе мы говорить точно не будем вообще. Точно о Айрведе говорят в другом месте. О христианстве, мусульманстве, еще о чем-то говорят в других местах. Мы изучаем Тору, которую получили на горе Синай 3334 года назад. Моисей Мушер Абейну получил Тору от Всевышнего, передавал ее 40 лет еврейскому народу. Дальше она передавалась, передавалась, передавалась до сегодняшнего дня. И мы сейчас пытаемся изучать ее, понимать и применять в своей жизни. Всем удачи и успехов. И чтобы Всевышний в заслугу изучения Торы услышал. То есть через Тору мы соединяемся со Всевышним, с Творцом Мироздания. И появляется вот эта внутренняя сила менять Мироздание с помощью молитвы. Поэтому лучше используйте сейчас это время после урока, для того, чтобы помолиться Всевышнему Единому Богу, Творцу Мироздания, который сотворил все и всем управляет, чтобы Всевышний выполнил какие-то ваши запросы, которые у всех у нас есть. Хочется здоровья, хочется хороших отношений, семьи, детей, благополучия, денег, хороших отношений. Мира очень хочется, мне очень хочется. Я каждый день молюсь, чтобы закончилась эта война как можно быстрее. Это ужасно, сколько людей страдает. И мы все страдаем. То есть очень хочется, чтобы быстрее она закончилась. Все, будьте здоровы, удачи и успехов.